Добрый вечер, дорогие друзья! Говорит и показывает Всемирный Центр Бнэйнуа из города Герой Юрчалайма в его, естественно, мегаполисном, в широком смысле по слову, включая нашу родную деревню Офра. Я хочу напомнить, что сегодня у нас уже 20-е, слева, 5-7-8-2, и мы говорим с вами о Хануке. Естественно, пришло время поговорить о Хануке, потому что на следующей неделе, то есть воскресенье, то, что у нас называется Йомрешон, вечером, в воскресенье вечером мы зажигаем первую свечу. И поэтому хотелось бы поговорить о преддверии Хануке. О Хануке это естественная вещь. Сделаем лыхай. Я думаю, что мы не сможем понять значение Хануке, если не вставим ее в исторический контекст. Впрочем, касается всех событий, всех праздников нашей истории. Кстати, обратите внимание, все наши праздники, они исторические. Ханука – это праздник, посвященный событиям, которые произошли в времена Второго Храма. Чтобы у нас была некая схема или хотя бы не то чтобы схема, но принципиальное какое-то понимание того, что происходит. Давайте вспомним, что первый храм времена Давида и Шломо просуществовал в 410 лет, а то на всех разогнали, вавилонцы нехорошие, а сирийцы нехорошие. И, в конце концов, через 70 лет после разрушения первого храма начали потихонечку собираться и восстановили второй храм, но уже по разрешению персидского царя Короша. Персы позволили нам, даже помогли и призвали. Знаменитая декларация Короша, которая начинает книгу Эзры. Всякий, кто читал книгу Эзры, читал декларацию Короша, поскольку с этой декларации она начинается. И понятно, что во втором храме ситуация была совсем-совсем непростой. То есть, прежде всего, из 420 лет, а наша традиция говорит, что второй храм просуществовал 420 лет. И из этих 420 лет первые 200 лет были половина, прошли не под знаком независимости. Мы были под властью вавилонцев, под властью персов, под властью греков, под властью наследников греков и так далее. События, о которых идет речь, произошли в середине второго храма и ознаменовали собой возрождение израильской, а точнее иудейской независимости. То есть, после того, как Александр Македонский, который был большим полководцем, завоевал весь мир, он умер, что бывает со всеми полководцами, как правило, с ним случается. Довольно молодой, кстати, он был. Я думаю, что и сорока ему не было. И когда он умер, понимаете, он оставил после себя империю, которая фактически включала весь мир. Естественно, что его генералы были приближенные и удаленные, начали борьбу за власть и потихонечку поделили между собой огромную империю Александра. И я не смысл в истории, но все-таки приведу в Алайже схему. Не стоит воспринимать ее как стопроцентную историческую, исторический такой факт, но для понимания это поможет три части, на три империи разделилась империя Александра. Это, прежде всего, сама греческая империя, то есть то, что осталось в районе Греции, Македонии. Во-вторых, это египетская эллинистическая империя. Во-вторых, египетская эллинистическая империя, то есть Египет, но уже совершенно эллинистический. И третья – это огромная азиатская империя со столицей в Антиохии. Это сегодняшняя турецкая Антакия. Антиохия была столицей вот этого северного азиатского эллинистического царства и империи. Это была огромная империя, кстати. Наверное, из всех трех частей это была самая большая по размерам и по могуществу часть. И интересно, что Иуда, то есть мы оказались именно как всегда, мы оказались между двумя вот этими полюсами, между двумя огнями, между империей египетской. Повторяю, это не было и не был Египет фараонов, привычный нам древний Египет. Нет, это была совершенно эллинистическая держава. И была вот эта азиатская империя, или как ее еще называют, селивкинская, потому что династия селивкинов там правила. И вот между этими двумя империями, как всегда, в середине мы и оказались. И было время, когда правила нам египетская династия, было время, когда правила нами селивкинская, вот эта азиатская династия, империя. И сначала это была египетская. Надо сказать, что с египетской эллинистической империей связаны у нас воспоминания очень неприятные. Я имею в виду перевод Торы на 70 языков. Не на 70 языков. Перевод 70 на греческий язык. Так называемая септуагинта. О том, как это происходило, мы знаем из исторического документа, который называется «Послание Аристиаса Филократесу». О, вспомнил. Аристиас описывает это событие Филократесу. Аристиас – это приближенный египетского императора Птоли Мауса. Обратите внимание, совершенно все эллинистическое, греческое. И он написывает в своем письме Филократесу, как все это происходило. Вы можете почитать это письмо. Оно существует в интернете. Я его читал. И оно содержит описание того, как это было сделано. Я не буду входить в подробности. Это стоит отдельного описания. Но понятно, что перевод этот был сделан в угоду эллинистическим властям Египта. Был сделан по заказу главного Коэна, который был очень лоялен по отношению к египетским властям. Личность 70 этих переводчиков не ясна. И более того, в нашей традиции, а именно, кто хочет источники, это Медилат Теонид. Медилат Теонид это древнейший записанный документ устной Торы еще времен второго храма, где содержатся праздники и памятные даты, которые праздноваются во втором храме. Там написано, что по случаю перевода 70 мудрецы установили в Ярушалайме пост. То есть они восприняли это как вещь весьма-весьма негативная. Почему это было негативно? Ведь казалось бы, мы хотим, и все мидраши говорят, что Тора при даровании в Синае озвучивалась на 70 языках. Мы хотим, мы желаем. Это много таких мидрашей, что Тора была написана, и ушел написал на 70 языках, и ему ушел изложил на 70 языках. Все эти мидраши говорят о том, что Тора изначально предназначается для перевода на все языки человечества. Так казалось бы, когда это было сделано с греческим языком, надо радоваться, а тут бац, установили пост, установили травмный день. Если я не ошибаюсь, это где-то 10-го, нет, где-то 9-го примерно Тевета, в районе 10-го Тевета. Был такой пост второго храма. Почему? Да потому что этот перевод был сделан не от имени еврейской традиции, чтобы аутентичную еврейскую Тору представить и объяснить на греческом языке. Нет, она была сделана для того, чтобы угодить эллинистическим властям. И это произошло не случайно. Да, это не случайно, потому что в момент, когда вы живете под чужой властью и зависите, естественно, от нее, то вы не можете прямо, четко говорить все, что вы думаете, а наоборот всегда в этой ситуации... Можно такие, такие вещи всегда бывают, но для этого нужны мужественные лидеры. Мужественные лидеры, я вам скажу, это вещь, которая не так распространена в нашем мире во все времена, включая сегодня. И поэтому, естественно, когда правит тобой эллинистическая империя, а ты хочешь, чтобы у тебя было то, что называется на красивом иврите джоб, например, тот коин, коин годой, который там было описывается, совершенно очевидно, что фигура явно конъюнктурная, явно конформистская, явно угодливая, ну и людей он подорвался соответствующим образом. Я не буду сейчас углубляться в эту тему, но всем, кто читал это письмо, это очевидно. Короче, было это сделано не так, как надо. И поэтому и воспринимать этот перевод 70 как нечто аутентичное, как то, что представляет еврейскую традицию, нет никаких оснований. В дальнейшем, кстати, перевод этот перевел к весьма большим проблемам. Я не буду сейчас во все эти вещи даваться, это отдельная история, мы об этом говорили, но важно понять, на каком фоне все это происходит. И в конце концов, после того, как мы были под властью этой египетской империи, мы попали под власть селевкидской империи. И вот селевкидская эта империя, со столицей Антиохи, это были азиатские правители эллинистические, которые, в общем-то, требовали, как всегда, вы знаете, чего они требуют? Тишины, спокойствия, чтобы можно было спокойненько грабить. Ну, не грабить, ну, короче, давайте то, что нужно, сидите тихо. И вот сидеть тихо как раз и не вышло. И мы видим на протяжении многих лет, никак не удалось, не удалось вот этим селевкидским, фелискидским этим властям вписать Иуду, эту провинцию Иуда, или район Иуда, или страну Иуду, не знаю, как угодно, назовите провинцию, это жиревская термин. Но не удалось вписать нашу страну, и город-герой Ярушалаи, и наш храм, повторяю, не удалось вписать вот в эту греческую эллинистическую культуру. Почему? Потому что каждый раз, когда начинались попытки эллинизации, например, построили этот гимназию со соревнованиями спортивными в голом виде и прочие вещи, весьма-весьма противоречащие духу Иудаизма, то это каждый раз вызывало возмущение. Народ, он каждый раз возмущался, и все время были недовольства и полу или восстания, целые восстания. Короче, народ никак не вписывался. То есть, в какой-то момент сельевкидским властям, сельевкидским властям они осознали, они осознали, что вписать Иуду в эллинистическую культуру огромной вот этой империи не удастся. Не удастся. И причиной этого они поняли является еврейская традиция, еврейская вера, Тора и все, что с этим связано. Вот когда они это поняли, раньше у них не было проблем. Каждый народ свой фольклор жили как хочешь. Но когда они поняли, что иудаизм и Тора это не фольклор, а это нечто такое живое и особенное, что никак не может вписаться в общую эллинистическую крышу, вот тогда они начали преследовать. Вы знаете, что это и обрезание, было запрещено и установление месяца, и шаббат, и другие вещи, причем не просто так, а под смертную смертную кайту. То есть, в конце концов, это привело к настоящим репрессиям в полном смысле этого слова. Ну, а эти репрессии привели к восстанию. Как началось это восстание, по этому поводу есть разные рассказы, разные версии. Есть версия книги Маккабим. Вы знаете, книга Маккабим, она написана, кстати, в отношении книг Маккабим есть множество книг Маккабим, но, видимо, с точки зрения достоверности из первых уст, что называется, то есть, книга, написанная свидетелями, а может быть, участниками войны, это книга Маккабим первая. Вот если вы ее читаете, она является достаточно надежным источником информации. Весь мир, собственно говоря, о Хануке узнал из этой книги. Она даже написана была специально для всемирного общественного мнения и написана была на греческом языке. Теперь интересно, что там приводится история о начале восстания, которая связана с требованием принести жертву Зевсу. Греки там хотели принести жертву Зевсу, заставляли всех. Коины в городе Мудин возмутились, не стали этого делать, зарезали этого грека, зарезали этого Зевса, я не знаю, зарезали свинью, там целая история и ушли в горы. Кстати, интересно отметить, в какие горы? Вот в наши горы, да, то есть окрестности нашей, в которых мы живем, это надел колено Бенеми, здесь недалеко, чуть за нами несколько километров, есть место, которое называется Гофна. Гофна – это было место, где были большие, очень большие поселения коинов. И поэтому, это мы точно знаем из нашей традиции, и поэтому когда, представляете себе, огромные города, поселения, заселенные только в массовом порядке коинами. И когда коины решили поднять восстание, они, естественно, ушли в горы, и вот в наши районы, и здесь, собственно, и началась та самая партизанская война Хашмонаи, Макаби против веков. Интересно, что мизраши наши, которые являются частью нашей традиции, они приводят другие версии. Одна из самых распространенных версий восстания заключается не в том, что нас заставляли нарушать Тору, хотя, понятно, это тоже, но там приводится совсем другая, не то чтобы совсем, но другая причина. И одна из гнусностей, которую греки ввели, это так называемое право первой ночи. То есть еврейская невеста первую ночь брачную после свадьбы должна была проводить с египетским, с селевкидским этим, с местным эллинистическим начальником. Я не хочу говорить греческий, потому что, вы понимаете, они к грекам имели отношение очень удаленное, они были греками. Это культура, империя была эллинистическая, а сами эти люди были азиатами, такие вот эллинистические азиаты. И короче, они сказали, что свадьба, нет проблем, женитесь, но первую ночь невеста должна идти к начальнику греческому эллинистическому, селевкидскому. И самое страшное для меня в этой истории это то, что это продолжалось таки, да, три с половиной года, Талмуд говорит, три с половиной года. Короче, Медраж описывает, как произошло восстание. Была свадьба. Кстати говоря, самое потрясающее в том, что правящим кругам, правящим еврейским кругам в тот момент каким-то образом это не очень мешало, потому что свадьбы осуществлялись. Не знаю, что можно было сделать. Я бы на их месте не женился или женился бы тайно, но уж точно не устраивал бы больших публичных свадьб. Но вот Медраж описывает, что была такая свадьба, причем не просто свадьба, а это дочь главного Коэна. Представляете себе, выходит замуж, а по согласно этому Медражу она выходила замуж за одного из семьи Хашманаин. Короче, Коэны. Это такая супер престижная элитная свадьба главных, значит, Коэнов. И что произошло? А произошло то, что все знали, что будет ночью, понимаете? И интересно, Медраж описывает, что собрались, и гости, и все. Начальство собралось и никому ничего не мешает. Выпивают и закусывают. И в конце концов, во время всего этого выпивания и закусывания невеста сделала нечто экстраординарное. Она встала и разорвала на себе одежды. обнажила себя. Теперь там, а вы же понимаете, Коэны, они все такие цадики. Народ сказал, ну что же это такое? Как ты себя ведешь, мы тебя убьем, сказали ее братья Коэны. А она сказала им, и вот там приводятся слова замечательные, она сказала им, мне должно быть стыдно, мне должно быть стыдно, а вам не стыдно? Вы знаете, что будет ночью? Вы знаете, что он будет издеваться надо мной ночью? А вы здесь сидите, выпиваете и закусываете, и песни поете. Никому из вас это не мешает. А когда она здесь, понимаешь, обнажилась, так это вы вдруг возревновали. И она им сказала, Дина, она вспомнила Дину из нашей недавней недельной главы. Она говорит, братья Дины, сколько их было? Два человека, Шимон и Леви. А вы знаете, сколько Дине было там? Семь лет. А Шимону и Леви, как не считать, 13-12 лет. И они что сделали? Они, говорит, целый год убили за свою Дину, за сестру свою, за честь ее, за честь Израиля. А вы здесь сидите и хумус жуете с фалафелем. Ну, хумус с фалафелем от себя прибавил. Теперь они сказали, вау, слушай, сестеренка-то права. Действительно, это не Данирио-Джанейро тоже здесь происходит. Нельзя такие вещи терпеть. Даже если можно найти какие-то формальные оправдания и так далее. Но терпеть это нельзя. Это вонючая история. Это противная история. Это национальное унижение народа-творца. Это по всем статьям непроходимая вещь. Помните, вот эта фраза Шимона и Леви, братья. Помните, Яков им говорит, слушайте, ну, сейчас набегут на меня, вы такое сделали, устроили. Они говорят, а с нашей сестрой как с проституткой он поступил. То есть, такие вещи не делаются. Есть абсолютная красная моральная черта, перейдя к которой ты теряешь право называться человеком. Есть вещи, которые ни при каких обстоятельствах не принимаются. Точка. Умереть не сделать. И тогда человек действительно человек. А если нет, он просто перестает быть человеком, а становится животным. Если такие вещи не мешают, то извините меня, но как я могу тебя после этого уважать? Короче, они сказали, она права. И что они сделали? После свадьбы они пошли ее как бы провожать к этому греческому начальнику. Ну и там его убили в процессе этих проводов. И поднялось восстание. Вот такие варианты начала восстания. Вероятно, были и те события. Вы понимаете, что восстание имеет разные какие-то, разные конкретные... Это даже не причины. Это уже были вспышки, которые привели. То есть, причина была глубже. То есть, не могли. Не могли мы вписаться в эллинистическую эту культуру. И они это поняли, и мы это поняли. И это, что называется, лобовое столкновение. Оно не могло не произойти. Вопрос был только во времени. Причины, кстати, там была слухи. Ведь Антиохус, этот нехороший Эпифанус IV, он пошел завоевывать Египет. Ну и там у него большие неприятности начались. Войны какие-то незапланированные. И в Ярушалайме, понимаете, а интернета не было, в Ярушалайме пошли слухи о том, что Эпифанус, этот, фу, нехороший человек, да сотрется его имя, он погиб. И они подняли восстание. А он не погиб. Он говорит, я вам покажу. Вернулся в Иерусалим, я вам покажу. И он начал репрессии, мы начали ответ. Короче, так или иначе поднялось восстание. Надо сказать, что война эта под руководством коэнов была очень долгой. То есть не думайте, что это событие дней или месяцев. Событие, война эта, это было не просто восстание, а война. 26 лет. 26 лет мы воевали. И погибли первые поколения и вторые поколения. только последние из Хашмонаима, из семьи Макабим, а именно Шимон. Он таки, да, в конце концов получил право от тогдашних уже, опять же, селифтидских властей, получил от них официальное признание называться царем. Иуда получила полную, наконец-то, независимость во всех смыслах этого слова. Была своя власть, чеканили монету, у нас была полная власть на той территории, которая была в то время под нашей властью. Короче, это все, в конце концов, произошло, когда я повторяю, события были 26 лет, война была 26 лет. Интересно, что само событие, которое послужило непосредственным поводом для установления праздника, произошло на третий год, когда под руководством Иуды, а вы знаете, Иуда Макоби потом погиб, и после него еще были братья, и они погибали. Но Иуда Макоби под его руководством был освобожден, очищен и восстановлен и запущен заново храм Мигдаш. И вот это событие наша традиция посчитала центральным и важным. То есть мы празднуем не то, что Шимон, в конце концов, получил в конце этой войны признание независимость, и мы восстановили свою независимость. Это важно, это здорово, но отсчетом этого праздника стало то, что произошло 25-го Кислева на третий год событий этих, на третий год войны, когда 25-го Кислева началось и состоялось, собственно говоря, уже очищение и возобновление храма. Оно длилось там 8 дней, поэтому и праздник 8 дней. Есть много подробностей, мне сейчас это не важно. Важно мне то, что коины сумели наконец-то вернуть независимость Израилю и восстановили храм. Доброе внимание, насколько в Хануке во все времена, во все праздники, Бетимигдаш, храм, это вещь центральная. Но в Хануку, понимаете, это и есть то, что называется Ишью, то есть невозможно говорить про Хануку, не говоря про Мигдаш, потому что мы отмечаем открытие храма. Ханука, слово Ханука на иврите означает открытие, торжественное открытие, торжественное открытие храма. И вот это событие и является центральным здесь. поэтому две эти вещи, они очень совмещаются, то есть и восстановление храма, и восстановление независимости иуды. Вернулось царство к Израилю на двести с лишним лет. Почему мне так это важно? Потому что все время мы думаем о том, что собственно мы празднуем. Мы празднуем Хануку, да? Ханука, она вся ассоциируется со светом, свечи, менува зажгли и так далее. Ну, вопрос, что это за свет? Что он собственно для нас означает? Ответ очень простой. Свет Хануки это снова свет Торы Всевышнего, свет знания Творца, который заново стал выходить во втором храме. Но есть одна большая разница. В первом храме тоже был бы это мигдаш и храм и так далее, но влияние Израиля за исключением короткого периода эпохи Шломо. Шломо, конечно, был царем всего мира. Но это быстро кончилось. А эпоха Шломо быстро кончилась и в принципе влияние иудаизма, влияние Тора Израиля, монетеизма Израиля, как угодно это можно назвать, оно не вышло по большому счету за пределы за наши пределы, за пределы еврейского народа. А вот во втором храме в результате событий Хануки вышло. То есть то, что произошло во времена Хануки потрясло не только нас, не только нас перевернуло, но и повлияло в огромной степени на весь эллинистический мир. А не забывайте, что Иуда в тот момент находилась в сердце эллинистического мира, который был и на севере это Селефтидская империя, и на юге это Египет. И поэтому то, что здесь произошло, победа Израиля, победы Тора, победа Микдаша повлияла на всех. И вот эта книга Маккабин, которая распространила сведения о том, что здесь происходило на весь эллинистический мир, она сделала это событие международными. И Ханука это уже событие, которое стало действительно международным. То есть, иными словами, с этого момента, с момента Хануки, можно сказать, что иудаизм, Тора, монотеизм Израиля, как угодно это назовите, вышел на международную сцену. И вещи эти были замечательные, и это была великая победа на фоне всего того идейного разброда, который царил в те времена в эллинистическом мире, когда старые культы всех достали, новые философии разочаровали к тому времени, и люди занимались всякой мистикой, чего только не занимались, впрочем, как сегодня, откройте там, у каждого своя какая-нибудь там мистика. И люди ищут, чем жить. И вот на этом фоне появляется свежая волна, свежий свет, свежее сияние Тора Израиля. А в чем заключается Тора Израиля? Это, как говорит доктор Полонский, этический монотеизм, то есть монотеизм, построенный на морали. Творец проявляется через все, и его требования к человеку носят моральный характер. И его функция отношения к человеку мораль. То есть, чем я лучшее, тем я ближе к нему. И наоборот, зависит от морали. Эта вещь была очень свежей, очень интересной, очень привлекательной, и она вышла и стала распространяться. И царство Израиля, ну, не Израиля, а Иуды, оно было довольно-таки довольно-таки серьезным источником этого света. И с этой точки зрения это большая удача. С другой стороны, мы знаем, что в конце концов из этого ничего толком не вышло. Почему? Да потому, что вот это царство, это государство иудейское, оно не смогло возродить Израиль в полной форме. Почему? Ну, об этом можно много говорить. Одна из причин, не все причины, конечно, но одна из них заключается в том, что власть в Иуде, возрожденной Иуде, взяли коин. По этому поводу есть разные мнения. В любом случае, мы с вами знаем, что Яаков однозначно сказал, что власть принадлежит колену Иуда. Иуда, царское колено, это было выбрано. Потом Всевышний однозначно выбрал не просто колено Иуда, а семью Давида, династии Давида, заключил с ней вечный союз. Посмотрите, в книге Шмуль, это официально оформлено. И до конца первого храма в Иуде, хорошо ли, плохо ли, по-разному, были цари хорошие, разные, но правила династии Иуде. И даже в Вавилоне, в Изгнании правили потомки царя Ихонии. И когда евреи вернулись в персидскую эпоху, обратите внимание на книгу Захари, книгу Хагая, почитайте книгу Эзры и Мехэми, и вы увидите, что в первое время еврейскую автономию иудейскую в рамках Персидской империи возглавляли потомки царя Ихонии, а конкретно Зерубавель, Зерубавель бен Шалтиель, это внук или правнук Ихонии. То есть, это был человек из дома Давида. И Захария прямо намекает, что Зерубавель он и будет Машехом, царем из дома Давида, который все это завершит и придет к успеху. И из этого ничего не вышло. По разным причинам. И обратите внимание, когда произошло восстание, восстание против Селихтидской эллинистической империи, его инициировали и руководили им коими. Не потомки Давида. И когда они победили, победили, кстати, в результате самоотверженной, мужественной борьбы, рискуя, не только рискуя, а жертвуя своей жизнью. Мы знаем, как Ема-Титья и его сыновья отдали жизнь. Да, Йонатан и прочее. Отдали свою жизнь. То есть, народ сказал действительно, ну, мы ничего не можем сказать, они по праву имеют право на власть. И они взяли власть. И вроде бы это было логично. И казалось бы, да, это же коины, ревнители. Они же против чего подняли восстание? Против эллинизма. И к чему это привело их власть? К эллинизации. Государство Иуда эллинизировалось. Ко временам Александра Яная была полностью эллинистическая такая держава. И почему? Почему это произошло? Да потому что коины, они замечательные люди. И их работа Бет Микдаш, они в политике ничего не понимают. Поэтому, когда они взяли власть, они не смогли наполнить государство и государственную политику содержанием еврейский, еврейской торы. Почему? Потому что они в политике ничего не понимают. Они умеют работать в Бет Микдаш. И что они сделали? Они просто скопировали, скопировали всю ту государственную культуру, которая была в то время. И Иуда превратилась в эллинистическое царство, которое разложилось и рухнуло. И по этому поводу есть разные мнения, было ли это правильно, что они взяли власть, было ли это неправильно. И мне судить, понимаете, есть соображения и туда, и сюда. Например, в Иерусалимске там критикуют со страшной силой коинах, что они узурпировали власть. Но с другой стороны, если они подняли восстание, понимаете, и мужественно сражались, ты им скажешь, вы не имеете права. Короче, одна из причин неудачи второго храма, безусловно, заключается в том, одна из Анида, может и другие, не может, точно и другие причины, но одна из причин заключается в том, что дом Давида был отстранен от власти. На каком этапе, каким образом, куда они делись, я не знаю. Но мы точно знаем, что сначала он был Зурмбавель и его потомки, а потом они исчезают и появляются коины Хашманаи, которые довели страну до ручки, потом на их фоне приходит Ирод, Гордос, потом его сыновья, потом полное разделение на провинции, потом восстание и полный разгон. И мы видим с вами, что из-за того, что государство Иуда не смогло выйти на плановую мощность, скажем так, и дать то, что оно может дать, и в конце концов, руку, это привело к тому, что влияние иудаизма из этого государства было неполноценным, ограниченным и слабым. И это привело, в конце концов, к появлению христианства. Вот здесь я хочу заострить ваше внимание. Христианство не появилось просто так. Ничего не появляется просто так. Христианство появилось на фоне двух противоречащих друг другу вещей. С одной стороны, невероятная популярность в римском ленистическом мире иудаизма. Мы это точно знаем, потому что во многих и римская элита, в ней было множество людей иудействующих, и там доходило до императоров, и их ближайших родственников. Например, знаменитый Ункилус, гер из Рима, который перевел Тору на арамейский язык, классический перевод. Он был учеником Рабелеза, Рабелешуа, он был племянником императора Нерона. И таких было очень-очень много. И даже у нас есть много рассказов про императора Антонинуса. Кто точно этот Антонинус? Вполне возможно, Маркус Аурелиус, который был просто учеником Раби Иудеи и Наси чуть позже. То есть в римском мире была очень популярна тура иудаизм, поскольку это был свежий такой моральный монотеизм. С другой стороны, так как в конце концов иудейское государство эллинизировалось и рухнуло в результате гражданской войны, повторяю, гражданская война, а римляне уже доделали эту гражданскую войну, влияние иудаизма было слабым и искаженным. И поэтому это вылилось в христианство. А что такое христианство? Это, знаете, такой вариант иудаизм light, что называется. То есть вроде бы взять симпатичные вещи, но при этом не брать ответственность. То есть иудаизм без заповедей, иудаизм без избранности Израиля, иудаизм без и так далее, и так далее. Такой иудаизм для всех. Кто хочет, пожалуйста, требований каких нет, то любой человек без всяких без всяких моральных усилий может к этому присоединиться. Избранность Израиля объявляется закрытой, и так далее, и так далее. Конечно, это пришло по вкусу огромным массам римской империи, которые, с одной стороны, очень хотели чего-то нового, монотеистического и морального, а с другой стороны, не хотели или не могли сорваться от груза мифологии. Поэтому, вы видите, в христианстве это смешение довольно забавное каких-то еврейских лозунгов с совершенно греческими мифами. И вот все это в такой ситуации пошло на рынок и очень неплохо пошло. Но, повторяю, это было не случайно. Это было потому, что государство иудейское, в конце концов, вошло в кризис и рухнуло, как самолет он набрал высоту, а потом бац и все. И нету Израиля. И вот на этом фоне каждый начинает и ислам на этом фоне появился гораздо позже, но появился на этом же фоне. То есть, если бы не крушение иуды и Израиля во втором храме, иуды там Израиля не было, то ни христианство, ни ислам не появились бы просто. К чему я это говорю? К тому, что прошло две тысячи лет, и Бауха Шем мы снова вернулись, возродились, и мы здесь и со всеми, со всеми нашими проблемами, наше положение фантастическое. То есть, никогда мы здесь в такой, в таком размере, в такой мощи и в таком количестве не были. Я думаю, что да, и с точки зрения количества, но количество евреев сегодня в Израиле современном, оно несравненно больше, чем во втором храме. Я думаю, что и Давиду со Шломо такие цифры не снились. Я специально не называю цифр, потому что я точно их не знаю, но где-то между шестью и семью миллионами евреев эта цифра движется, и дело только в самой середине. Понятно, что это подряд. А у фигурот-герой Ярушалаем он никогда не был таких размеров. Вы понимаете? То есть, например, сегодня, я еду в город Ма-Ле-Адумим, если бы царь Давид или Шломо увидели Ма-Ле-Адумим, они бы просто в обувь попадали. Потрясающий, красивейший город просто в иудейской пустыне, которая тоже является фактически восточным городом-спутником Ярушалаема. То есть, что такое Ма-Ле-Адумим? Кто представляет себе, это если у нас Масличная гора, а за Масличной горой начинаются соседние горы. Вот там Ма-Ле-Адумим, а дальше уже Соленое море. И находясь в Ма-Ле-Адумим, ты видишь Масличную гору. И все... Не нам же я говорю, что город-герой Ярушалаем и его мегаполис. Сегодня это огромная территория, на которой живут миллионы евреев. Такого не было, и Давиду не снилось, и Шломо не снилось, и никому не снилось. Возрождение сегодня колоссальное. И поэтому сегодня у нас все основания для оптимизма. Иудаизм заново выходит, особенно после шестидневной войны. И я бы сказал, особенно в значительной степени после крушения Советской империи иудаизм стал чрезвычайно популярным. Не мне вам это объяснять. И сегодня свет Хануки, он для нас становится уже... Он был для нас очень важен все время Галута, поскольку мы понимали, что вот этот маленький свет дает нам представление о том, как мы можем светить. Но сегодня свет, который мы разжигаем, зажигаем сегодня, он гораздо больше. То есть сегодня мы не говорим о каких-то маленьких свечках. Это вещь хорошая. Но из искры возгорится пламя. Сегодня мы мечтаем, планируем, хотим. Мечтаем. Наверное, планировать не все планируют, но мечтать многие мечтают. Может быть, даже не все мечтают, но есть национальная мечта. Национальная мечта наша это быть Амикдаш. И из него свет выходит всему человечеству в таком количестве, в таком объеме. Сегодня мы заново начинаем транслировать Тору Израиля. Сегодня, когда мы сидим здесь, мы не собираемся угождать никаким эллинистам, глобалистам, кем угодно, коммунистам и кому еще. Кто хочет, да. Желание угодить, оно всегда существует. Но те, кто хотят говорить правду и раскрывать человеческую настоящую Тору, не нечто такое, что всегда будет удобно, симпатично и впишется в привычные рамки. Не поликорректность, а настоящую, живую, полную Тору. То, что Всевышний хочет. Совпадает это с поликорректностью? Не совпадает? Это уже вопрос другой. То есть не поликорректность является здесь условием или критерием, а слово Творца является критерием. Вот оно, вот он критерий. И сегодня мы эту Тору начинаем транслировать. И здесь, конечно, я хочу подчеркнуть самое главное. это роль Бнейнох. То есть Бнейнох сегодня это вот то передовое человечество, которое несет свет Тора Израиля всему миру. И сегодня, сегодня, так как государство Израиль возродилось и есть возможность действительно говорить правду на самом деле, ни от кого не скрывая, ничего не боясь, то есть у нас шанс донести до человечества настоящую Тору, настоящую Тору, которая бы изменила его жизнь в лучшую сторону, дала бы смысл жизни. Понимаете? И мы видим, что происходит в мире. Что Тора говорит? Да я схематизирую. Тора говорит, что человек создан по образу и подобию творца. Человек – существо свободное, моральное. От него требуется брать ответственность. Он должен умножать жизнь. Он должен любить ближнего. Нельзя убивать. И человеческая жизнь является ценностью. Справедливый суд является ценностью. Понимаете? То есть, например, согласно Торе Израиля, такое чудовищное заявление, как то, что нужно немножечко сократить население человека, население человечества, население земли, редуцировать его немножко, потому что на всех не хватит пищи. Это чудовищное заявление. А из чего оно исходит? Из того, что люди не знают, не верят в то, что Творец управляет миром. Если Творец управляет миром, на всех все хватит. На всех все хватит. Не надо редуцировать людей. Не надо ликвидировать детскую рождаемость. Наоборот, Творец сказал, плодитесь и размножайтесь. То есть, ребята, я хочу, чтобы вас было больше. А уж извините, я найду вас чем накормить. И, кстати, в мире есть неограниченные запасы энергии, продовольствия и так далее. Все эти вещи, или, например, когда сегодня говорят о природе, экологии. Ведь кто создал эту природу и экологию? Творец. Кто проявляется через все эти погодные кризисы и так далее? Творец хочет нам что-то сказать? А если ты понимаешь, что творец хочет сказать? Что иудаизм говорит? Все, что происходит, это проявление Творца. Если происходят какие-то перемены в климате, а значит, значит, если вдруг пошел тут снег, а тут дождь и наоборот, то это причина задуматься. А может быть, может быть, у нас что-то с моралью неправильно? Творца мучает, что природные катастрофы являются следствием морального разложения человека. Дома и Амора были уничтожены за определенные вещи. Или, например, у нас в Израиле. Тора прямо говорит, будете вести себя хорошо, будет дождь, будете вести себя плохо, не будет дождя. И поэтому, когда я смотрю на ясное небо и солнышко в середине зимы, я понимаю, что проблемы нужно искать внутри. Понимаете? То есть, Тора учит тому, что если есть какие-то проблемы, глобальные, природные, то нужно искать причину внутри, в моральном состоянии человека. в консерватории, как говорил Жванецкий, нужно что-то подправить. Не искать причины вовне и пытаться сделать вид, что нет, все нормально, мы там поднимем самолеты, закроем солнце, будет меньше тепла, меньше света и так далее. С точки зрения Тора, у меня их слов, как это назвать. Иногда я думаю, неужели эти люди серьезно, серьезно считают себя соперниками Творца? Я думаю, что они да. То есть, есть люди, которые буквально, я слушаю такие разговоры, и мне кажется, что здесь повторяется Вилонская башня. То есть, люди буквально идеологически обосновывают восстание против Творца, бунт против Творца, у меня других слов нет. И для того, чтобы человечество не попалось в руки вот этих вот экспериментаторов, которые меняют климат и переводят реки, и дамы, они кого-то что-то колют, или что-то делают. Каждый день на даме производят и без примеров. Для этого нужно раскрытие Творца. И вот этим мы с вами занимаемся, и вам, как мне и ноах, принадлежи в этом решающей роль. Давайте посмотрим или послушаем ваши вопросы. Что вы думаете по этому поводу? Если у нас вопросы, не бойтесь. Вот слышно меня? Отлично. Вот вопрос есть. Есть ли какие-то там подвижки насчет того, чтобы освободить землю Израиля от христианского этого идиотизма? То есть, прикрыть эти храмы и так далее. Ну, от идолопоклонства. Смотрите, что касается христианских этих вещей, то они сами под влиянием Торы изменятся. Понимаете? Есть вещи, которые делаются сами. То есть, в момент, когда человечество узнает правду, оно само избавляется от глупости. Поэтому я лично вижу в будущем все эти церкви, освобожденные от идолопоклонских атрибутов, являются местами служения Творцу материстическим. По-моему, оно к этому идет. Лично мне так кажется. Вопрос можно, Брах? Пожалуйста. По поводу сопоставить влияние иудаизма во времена Маковеев и при Шлома, когда храм работал, двори и так далее, когда был хирам. Отношения с хирамом – это еще наше будущее, очевидно. Те отношения Шлома с хирамом. Насколько храм Шлома влиял на мир? В сопоставлении с этим влиянием во времена Маковеев и так далее. Смотрите, мне кажется, что влияние Шлома было огромным, но оно не было глубоким. То есть то, что производило впечатление на всех этих царей и так далее, которые к нему приезжали, то, что описывает Игорь Мелохим, это, наверное, была в основном личность самого Шлома. Шлома была настолько поразительной, настолько живой, настолько глобальной, что не могла не повлиять. Но как только Шломо не стало, все развалилось. Потому что с точки зрения глубинной человечества во времена Шлома не было готово к таким вещам. Оно было настолько погружено в разного рода идлопоклонство, что не было готово. То есть такая яркая личность, как Шломо, и тем более храм, который он построил, конечно, повлияли. Но повлияли в одноразовом порядке на короткое время. А вот то, что произошло во втором храме, было гораздо более серьезным. Потому что времена изменились, и во многом древние культы перестали быть привлекательными. И вот на этом фоне иудаизм стал очень-очень-очень популярен. Мы это знаем, и Иосиф Флавий говорит, смотри, в Римской империи нет места, где мы не соблюдали шаббат. А вы понимаете, что это речь идет о временах, когда нет никаких средств массовой информации? А мир принимал во время второго храма участие в этих циадат Ярушалайме? То есть в жертвоприношениях за народы мира? Да, да, приносили жертвы, приходили люди со всего мира. 100% приходили. Потом императора приносили, но за императора это понятно. И второй храм был местом, которое привлекало огромное количество людей. Не забывайте, что Ирон Гордус, он перестроил его, и это стало одним из самых красивых зданий в мире, потрясающе, ко всему прочему. Если бы на этом фоне царство-государство вело бы себя прилично, то и влияние было бы... Вот эта пара, этот тандем храм и государство, они нуждаются друг другу. То есть если есть храм без государства, влияние искаженное. Если есть государство, но нет храма, как сегодня, то не хватает чего-то самого главного. А вот так, чтобы было и то, и другое, хотелось бы. Да, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, безусловно. Если позволите, еще вопрос по поводу пресловутого права первой ночи. Это право к покоренным народам или эллины? Эльянок тоже, как сказать, имели, как говорится? А, я думаю, что это... А, распространялось ли это на других? Внутри, да. Внутри. Я думаю, что это был один из специальных вот таких указов, репрессий, которые были введены против иуды. А, именно против нас только, да? Да, да, да. Это было специально... Это не сначала было, в конце, когда они уже поняли, что тут ничего не сделаешь, что они ввели запреты и репрессии. В числе этих запретов и репрессий была вот эта вещь. Три с половиной года она действовала. То есть, внутри народа этого не было, как в России, допустим, до последних времен было это, понимаете, до крепостного права. Право первой ночи, оно было официальным, так сказать, и так далее. Я не думаю, что в самой Силифкинской империи они такие вещи практиковали. Я не думаю. Смотрите, у меня нет сведений, я не историк, но эта мера была репрессивной специально, не просто норма, которая существует. Понятно. Спасибо. Да. Есть у нас еще замечания, вопросы? Окей. Я еще раз напоминаю, что вопросы ваши... Есть вопрос, не знаю, нужен ли ответ. Просто я так подумал. Если бы, к примеру, пришел сейчас Машиев, что бы он сказал об этих христианах, которые там все это делают? И следующее. Мусульманам, например, в их странах, где они полностью властвуют над всем, им по большому барабану наплевать, что будут говорить о них. Они просто соблюдают свой закон. Если христианин будет проповедовать, просто голову с плеч и все. Понимаете, о чем я? Да. Но я вам скажу, что это не наши методы. То есть, так как Тора – это вещь хорошая и правильная, то мы верим в то, что она меняет людей. И поэтому, если людям донести информацию правильную, то они сделают правильные выводы. Вот я вам информацию правильную доношу. Любой может проверить, даже не ссылаясь, не имея никаких духовных вот этих всяких образований, может проверить. Взять любой Евангелие и проверить все вставки от пророков, начинающиеся после слов «досбоица реченной пророком», прочитать их в контексте, и каждый может убедиться, что христианами смысл этих вставок – перевор. Смотрите, для этого люди должны просто прочитать Танак, чтобы знать, что в нем написано. Христианство построено на том, что манипулируют отрывками из пророков, которых никто не читал, не знает, тем более на иврите. И поэтому, когда люди изучают и понимают, так и все становится на свои места. Дело в том, что я не видел ни одного в сети диалога иудеев с христианами, раввинов с христианами. Есть отдельные там, но это так, я не знаю даже, как сказать. Смотрите, я не думаю, что здесь нужен какой-то спор, понимаете, никто никого не переспорит. Я не верю в споры. А я верю в то, что когда людям даешь настоящую правду, то они сами понимают, что правильно, а что неправильно. А кто и после этого не понимает, ну, это его личный выбор. Есть ли у нас еще какие-то вопросы? Да, Гилель, кстати, говорил, что не оставляй ученика так, чтобы он ничего не понял, а доводи до того, чтобы он понял все-таки. Мы стараемся, мы стараемся. Окей, друзья, вопросы ваши вы знаете, куда посылать, в телеграмму. Кстати, если у вас есть друзья, знакомые, я часто получаю вопросы, которые хотят участвовать, присоединяйте их. Мы всегда рады и расширяем свои ряды. Окей, тогда мы все… Да, вот еще одна вещь, как вы думаете, если бы Маковеи жили сейчас, в настоящее время, что бы они сделали с христианами? Стали бы ждать или беседовать с ними? Или просто бы поступили, как поступили? Ну, на всякий случай, я не спорю, просто ваше мнение. Сегодня другое время, понимаете? Потом Маккаби, они подняли восстание не потому, что им не нравилось, как кто-то себя ведет, а потому, что началась война и репрессия против нас. Это была реакция на репрессии. Не просто так, они сказали, вы неправильно живете, мы вас заставим. Они никого не хотели заставлять, они хотели, чтобы нас не заставляли, понимаете? Я думаю, что лучшее влияние, оно через разъяснение правды и личный пример. Окей, тогда мы сегодня с вами остановимся и всем нам желаем замечательного праздника. Всего хорошего и чтобы у нас у всех был свет. Светить всегда, светить везде. Рафьёна, шалом. Спасибо, Рафьёна. Спасибо, Рафьёна. Пожалуйста, с удовольствием. И вас праздниками. И вас, и нас, и всех. С праздниками вас. Свет, свет, свет. Свет.